Вы знаете, мэрия вела себя в высшей степени двусмысленно. И вообще, надо было не затеваться или стоять уже до конца. Это во-первых, с портретами Сталина, которые они объявляли, что да, будут, потом объявляли, что не будут портреты Сталина, а будет Сталин в числе прочих, там, махонько где-нибудь в уголочке, значит, потом они, теперь они вовсе не отказались от Сталина. Это, в общем, для людей, которые претендуют на самостоятельность, позиции, конечно, в высшей степени двусмысленности. Они тогда должны объясниться, что, извините, мы не самостоятельные, но мальчишки нам надавали походе. И мы опять поперед, батьки, полезли в пекло и нам надавали походе. Что же касается самого существа вопроса, самих портретов Сталина, я здесь, у меня, например, нет точного понимания, честно. Потому что, с одной стороны, это, конечно, страусиная политика, это, конечно, мы просто специально придумали, что не было никакого Сталина. А он был. Понимаете? И мы делаем вид, что тогда кто был? Некто-никто, кто встречался с Розвельтом и Черчиллем в Ялте. Это был некто-никто или это был кто? Это был Чубайс, может, Анатолий Борисович? Кто встречался с Розвельтом и Черчиллем? Это не очень понятно. Вот. И это, конечно, страусиная политика. Но, с другой стороны, я сам не считаю, что надо вешать было бы с Сталиным. Потому что есть и другое соображение, абсолютно важное. Если ты кого-то обижает по-прежнему, если ты для кого-то боль, а это наши сограждане, если мы пока не пришли к согласию никакому, и мы должны ли мы делать больно людям, понимаете? Должны ли мы делать больно людям? Вот кому-то больно от Сталины. Мы должны просто лить уксус в язву. Для чего, ребят? Чтобы мало боли. Что? Нам не нужно быть согласными друг с другом. Давайте помолчим. Если еще есть правда, про которую молчат. Вы же не бегаете на похоронах придурка с криком, что покойник был придурок. Скажите, очень просто почему. А вы не хотите никого обижать. Потому что в такой момент лучше помолчать. В такой момент лучше не выкаблучиваться, а вот не делать больно людям. Ну и хорошо. Вот есть люди, которые пострадали, семьи от Сталина, и которых колбасит, трясет от этого имени, от этого вида, от этого человека. Может быть, черт его задрал, может быть, их уважить, не обижать. Ну и возвращаемся. Ну тогда мы занимаем страусиную политику, тогда мы занимаем страусиную позицию, мы закапываем голову в песок. Не знаю, у меня нет ответа. Я готов об этом говорить, готов спорить, готов предлагать аргументы, готов понимать аргументы всех сторон. И всякий раз, когда я слышу любую из сторон, я понимаю, что она права, а следует, я не могу выработать собственные позиции. Это ужасно.